Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Будни Мамы. Меня зовут Аня. Наконец-то я добралась до марки каждый день. У нас в городе Ашана нет. Мы ездили в соседний город. Это Белгород. Он от нас находится в 100 километрах. Ну, примерно там 110 километров. Мы ездили в гости, и поэтому как я могла мимо пройти Ашана? Как, как? Да никак. Как мимо Ашана пройдешь? Поэтому я зашла в магазин Ашан. Закупилась продукцией каждый день. Много всяких разных вкусняшек. Но сегодня мы с вами начнем с салатов. Так как это продукты скоро портящиеся, и чтобы они у меня не испортились, и мы с вами их продегустировали побыстренько. Поэтому сегодня у нас с вами будет дегустация. Это винегретов, салатов, капусту сделаем и селедку сюда же приплюсуем. Так что вот такой сегодня у нас набор продуктов. Ну что ж, приступим к дегустации. Так, давайте, наверное, селедочку оставим на потом и капусточку тоже. А начнем от салатов. Значит, салат у меня кальмаровый. Дальше крабовые палочки и оливье. Я так поняла, там еще был салат под шубой, селедка под шубой, но ее не было. Видно, она была вкусная, и все разобрали. Остался только один ценник и пустая полка. Ну что ж, обойдемся без нее. Значит, она вкусная. Попробуем, значит, салатиков. Значит, давайте тогда начнем с салата оливье, с классического салата оливье, который без Новый год, без салата оливье. Это не Новый год. Значит, стоил он 17 рублей. Тут идет у нас 150 грамм. И по составу тут идет картофель отварной, майонез, колбаса вареная, экстракты пряностей, усилитель вкуса, глютамат натрия, лимонная кислота, морковь вареная, огурцы консервированные, соль. Короче, картоха, огурец, морковка. А что, горошка нету? Ребята, горошка нету. Горошек пожалели. Пахнет немножко кисленьким, но огурцами пахнет. По дате он еще хороший. Да. А срок годности у него, значит, сейчас я вам скажу, сколько у него срок годности. 10 суток идет, не более 10 суток с датой изготовления. Значит, нормально пробуем. Ну, блин, горошка нет. Смотрите, вот так он выглядит. Ну, блин, горох, не знаю. Картоха, тут даже колбасы мало. Колбасы, а вообще огурцов нету. Огурца нету. Огурец, тут вообще вот кожуру я вижу, два кусочка и все. Тут одна картоха и морковка. Картоха и морковка. Я чую, уже не очень будет. Вообще невкусная. И картоха недоваренная. Жую ее, как яблоко. Фу. Ребят, оливье каждый день. Отстойный салат. Картоха недоваренная какая-то, морковка, колбасы нет. Огурцов, господи, три огурчика на весь салат. Горошка нету. Ну, что это такое? Нет. Плохой салат, даже то, что он 17 рублей стоит, ну, если только, я не знаю, на какую-нибудь закусонную взять с голодного края, то можно. Ну, так просто вот поесть, там на работе взять. Ну, кто такие еще салаты покупает? Там на работу студенты какие-нибудь? Нет. Покойся с большой голодухи. Век не ел салата, тогда да, а так нет. Дальше попробуем салат с крабовыми палочками. Стоил он тоже 17 рубликов, тоже 150 грамм и 10 суток хранения. Значит, тут идет рис отварной, крабовые палочки с рисом. Кто делает с рисом? Я всегда делаю без риса. Мне рис не нравится в крабовых палочках. Рис отварной майонез, крабовые палочки. Так, масло подсолнечное. Я удивлюсь, если тут не будет еще кукурузы. Крабовый... А, есть, вот, есть. И кукуруза, короче, в составе. Чего тут глядеть? И усилители вкуса. Пахнет приятно, крабовый палочек. Крабовый салат обожаю. Оливье тоже люблю, но это был не оливье. Значит, по составу тут один рис в майонезе. Вот, видите? Один рис в майонезе. Тут идет. Ну, один рис, господи. Крабовых палочек чуть-чуть. Кукурузы чуть-чуть. Короче, рис нам по цене крабового салата продают, и все. Ну, пахнет приятно. Рис какой-то недоваренный. Угу, недоваренный рис. Фу, бяка. Салат с крабовыми палочками от каждого идея состоит из невареного риса. Полусырого, так скажем. Не знаю, может, мне такой попался, или он всегда такой, не знаю. Напишите, кто такие салаты покупал. Там правда такой рис всегда, или только мне такой попался? Не знаю, отвратительный салат. Я тоже его не купила бы. И какой-то вот кислинкой он отдает. Фу, не, бяка. Тем, кто такие салаты покупает, этот салат не рекомендую. Отстойный тоже. Даже 17 рублей, не знаю. С голодухи тоже есть его не будешь. Ну, и дальше самый интересный экземплярчик. Это салат кальмаровый. Стоил он 56 рублей. Сейчас я точно глянусь, а мне память не изменяет. 56 рублей он стоил, да, самый дорогой. Посчитать, он в три раза дороже, чем вот эти, например. Ну, кальмары дорогие, да, 150 грамм. И тут идет тоже рис отварной, майонез, кальмар отварной, горошек зеленый, огурцы консервированные. Яйцо куриное вареное, лук репчатый. Вот и весь состав. Ну, состав тоже получше. Ну, получше, да, и усилители вкуса тут. А, нету, да, там были. Ну, пахнет луком, луком пахнет. Вот такой он тут по составу. Рис видно и горошек. Вижу рис и горошек. Кальмары. Ищем кальмары. Огурцы вижу. Чуть-чуть кальмары. Да бы кальмаров нету. Ребят, я не вижу ни одного кальмара. Реально ни одного кальмара нету. Или он белый замаскировался. Короче, салат кальмаровый мне продали. Салат кальмаровый выглядит так. А, нет, вон, нашла один кальмарчик. Вот, один кальмарчик на весь салат. Рис с горошком перемешали. Немножко огурчиков, мазика. Вот тебе и салат кальмаровый. И для вида добавим один кальмарчик. Ну, что ж, я и попробую с этим кальмарчиком. Не, они рис специально не доваривают. Тут тоже рис такой недоваренный. Такая бяка. Я специально не ела в обед. Думала, сейчас салатика, наверное, вкусного поем. Фу, не. Огурцы кислые. Кислыми огурцами отдает. Рис недоваренный. Фу, отвратительный салат. Еще и за 56. Ладно, этот салат 17 рублей. Купил, не жалко выбросить. Но 56 рублей, это уже, как бы, жалковато для такого салата. Тем более, тут тоже рис с горошком перемешали и майонезом. Фу, не. Отвратительный салат кальмаровый. Я вам его не советую. Фу, отстойный. Гадость полнейшая. Запьем. Ваше здоровье, друзья. Дальше у меня был еще винегрет. Кто любит винегрет, я люблю. Так, сейчас посмотрим. Винегрет 300 грамм. Тут стоил 26 рублей. Бюджетная цена, но для винегрета цены дорогой я и не вижу. Потому что тут одни овощи. За что тут платить в масле? Давайте глянем в состав. Тут идет картофель отварной, огурцы консервированные, морковь вареная, свекла вареная. О, тут горошек консервированные и масло растительное. Так, пробуем. Составчик хороший. Усилителей вкуса ничего нет. Состав хороший. Так, ну его тут не откроешь. Без подручных средств. Сейчас мы тебя вскроем. Вот. Пахнет винегретиком. Блин, точно не откроешь. Вот, запаковали. По сроку годности у него тоже 10 суток, да? Да, 10 суток. Вот такой вот винегрет. Вот тут овощи вижу, да, свекла, морковь. Ну, все как положено. Горошка, конечно, маловато, но этого и следовало ждать. То, что тут гороха. А тут, наверное, 5 горошин на весь винегрет встать. Ну, ладно, что, пробуем. Винегрет от марки «Каждый день» мне как бы ни туда, ни сюда, так скажем. Свой, конечно, сделать это дома намного лучше, это естественно. Но для тех, у кого нет возможности, там, на работу взять или студентом каким-нибудь, если негде готовить, там, в общежитии живут, то этот как бы и хочется, очень сильно хочется винегрета, прям хочется до смерти винегретика поесть, то этот винегрет подойдет, да, можно будет поесть. Но, опять же, есть вот в магазинах, которые делают винегрет намного лучше и вкуснее. Но этот как бы на троечку винегрет, так скажем, не противный, но и невкусный. Три балла я ему поставлю, ни туда, ни сюда. Вот так. Дальше, давайте попробуем с вами капусту квашеную каждый день. Тут у нас 600 грамм. Так, капуста стоила 49 рублей, бюджетная цена. Значит, по составу тут вообще отлично. Тут идет капуста, вода питьевая, морковка, соль, свежая соль. Уксуса даже нету. Бывает, что добавляют уксус, аж есть невозможно. Так. Вот так она выглядит, пахнет тухлечком, ну, как и положено для капусты. Пробуем. Капуста от каждого дня кисловата она, конечно, но ничего, так хорошая капуста есть. Много сустава у нее отличный. Капуста, капуста квашеная. Вот, но кисленькая, да, чуток. Так, хорошая, вкусная капуста, мне понравилась. Дальше, и напоследок у нас осталась селедочка. В филе кусочки в масле с укропчиком. 200 грамм. По составу тут идет сельдь, масло подсолнечное, соль, сахар и укроп сушеный. И консерванты ешки. Значит, а сколько она стоила, сейчас мы с вами глянем. 58 рублей стоила 7 копеек. 58 рублей. Ну что ж, пробуем. Так, где мне тут ее открыть? Открыть, открыть, открыть. Да в любом месте, походу, можно открыть, да? Укропчиком с селедочкой запахло. Вот так там эта красота выглядит. Масла, конечно, много. Ну что ж, попробуем. Вкусная, нежная селедка, в меру соленая, не сильно соленая. Ну, конечно, масла многовато, да, но в таких селедках масла меньше и не бывает. Очень вкусная селедочка, я вам ее рекомендую. Прям зачетная сельдь. Мягкая, не соленая, нежная, отличная селедка. Рекомендую. 5 баллов из 5 ей. Ну что, мои дорогие и хорошие ребята, вот такой сегодня у меня был обзор салатов в сельде. Больше всего мне понравилась селедка. Не зря выброшенные деньги называются салаты. Отправиться в помойку, винегрет, не знаю, может, постоит еще пару дней, может, кто съест с голодухи, не знаю. Потом, если что, выброшу. Салаты точно выброшу, даже есть их не буду. Капусту поедим. Селедку я вообще сейчас съем. Очень классная, вкусная. Мне она прям понравилась. Тем более, пюрешечка у меня имеется. Ну, вот такой у меня обзор был. Напишите, какие салаты из Ашана вы тоже едите, какие вам нравятся. Потому что в скором будущем я туда еще поеду. Так что прикуплю салатиков, еще какие там будут. И будем с вами их тестировать. Надеюсь, мой обзор вам был, как всегда, полезен. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся с вами в других видео. Всем пока-пока, до встречи.